Дорогие друзья, с теплым чувством, с теплым сердцем мы покидаем Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь. Если кто-то не видел этот фильм, в конце я сделаю на него ссылку, и желающие могут посмотреть фильм о Свято-Троицком Александра Свирском монастыре. В монастыре мы с Аллой долго решали, куда поедем дальше. У нас было два направления. Или в сторону Санкт-Петербурга, Алла очень хотела погулять по музеям, или в сторону Вологды. Бросили монетку, как всегда, и выпала Вологда. А мы давно уже там не были, сколько, Алла, не помнишь? Лет 10, да. Лет 10 не были в Вологде. И поэтому мы отправились в сторону Вологды. Нам навигатор показывал вот такой маршрут. Я когда увидел, я говорю, ну что ж такое, Алла, смотри, навигатор совсем, говорю, с ума сошел. Вот так же надо, внизу же дорога есть, внизу, по Донежским озерам. Опять забил навигатор, нет, он показывает вот так вокруг всего озера, на 200, там 300 километров дальше. Я говорю, Алла, навигатор чокнулся, не будем обращать внимание, поедем вот здесь, по этой нижней дороге. Алла где-то вычитала, что будет у нас примерно по нашей дороге, там километров 20-30, по-моему, да, в сторону, а мы сейчас увидим, вот как раз поворот. Мандроги. Да, верхние мандроги, такая дерев... А, 9 километров. Ну, 9 километров в сторону, у бешеной собаки крюк небольшой, хотя дорога, как видите, не самая лучшая, но нормальная. Мы еще не знаем, какая дорога плохая, она у нас ждет впереди. Вот такая вот грунтовая дорога, и судя по всему, может быть, будет и асфальт скоро. И вот мы приезжаем в эту мандроги, в эти верхние мандроги, в эту деревушку, а она оказалась закрыта. Я очень огорчилась. Да все, я огорчился меньше, потому что я вообще не знал про эту деревню. Алла очень сильно огорчилась, потому что мы планировали там побывать. Что это за деревня? Это такая деревня, в которой люди не живут. Это полностью музей, или, как написано, туристический центр, который в основном обслуживает круизные речные теплоходы, которые там останавливаются на пристани. Там строение, ну, как, знаете, такой маленький филиал Кижей, наверное, можно сказать, или там Суздали. Там собраны деревни с Вологодской области, несколько музеев, в том числе такой очень важный музей, я считаю, для России, как музей водки. В самый большой в мире валенок трехметровый. Ну, в общем, музей теперь кусает локти от того, что мы здесь не побывали. Как нам сказал охранник, и потом по телефону нам дали менеджера, что там какой-то корпоратив. Какой-то закрытый корпоратив, и, к сожалению, попросили прощения, мы не можем вас пустить. Очень жалко. Господа верхние мандроги, кусайте локти, вы не входите в мой фильм. А мы отправляемся дальше. Дорога становилась все хуже и хуже, хуже и хуже. Я не понимаю, что произошло. Внезапно, где-то в каком-то месте, где-то в районе Вологодской, начало Вологодской области, асфальт исчез полностью. Ладно, асфальт исчез. Можно ехать прекрасно и без асфальта по утрамбованной грунтовой дороге. Но, ребят, исчезла утрамбованная грунтовая дорога. А самое главное, исчезла горизонтальная дорога. Стали такие огромные попадаться ямы, выдолбленные лужи. Некоторые ямы достигали такого размера, что я вместе с машиной уходил туда, внутрь этой ямы. Но самое главное даже не это, ребят. Я всегда считаю, что дорога приемлемая тогда, когда можно петлять по дороге, вот как видите, вправо-влево, вправо-влево, объезжая вот эти выдолбленные ямы и так далее. Ну, там наступил момент такой, и этот момент продолжался километров 30 или 50, я уже даже сделал со счета, когда объехать ямы невозможно. Ям больше, чем дороги. То есть ямы, 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 ямы. Огромные фуры, вот как видите впереди, с лесом шли нам навстречу, как они идут. Ну, а я думаю, они просто уже просто идут и все. К сожалению, вот прям самую страшную дорогу, которая была на нашем пути, Алла не засняла. Знаете почему? Я просто взмолился, Алла, положи видеокамеру, крепко ее держи руками, потому что она несколько раз ударилась головой об стекло, несколько раз ударилась камерой об стекло. Это было что-то невероятное. Это самая страшная дорога в моей жизни. Как мы ехали по этой дороге, я не знаю, там часа два, Алла, да? Какой два? Там полдня мы потеряли на этой дороге. В общем, два или три часа, или четыре часа. Я после этого понял, что наш навигатор не сошел с ума. Он был очень умный, а мы ему не поверили. Вот такое потрясающее красоты село Мегра в Итиграмском районе Вологодской области. Население здесь порядка 400 человек. Раньше здесь было три села на этой реке. Эти все три села в какой-то момент, лет 20 назад, объединили. Там были деревни Железная Горка, Мегурский Погост и Ушакова. Все три деревни объединили в одну, и стала большая деревня, 400 человек. Тишина! Птички поют, сверчки сверчат, рыбка прыгает в воде. Вот здесь нам надо было просто остановиться на ночь. На ночь, да. Вы еще не знали, что у нас здесь впереди. А я представляю, вот я сейчас рассказываю в таком восторге, а я реально испытываю восторг от таких деревушек. Тихие деревушки. Ни интернета, ни связи, ни вайфая. Красота! Я приехал сюда и спрятался от этого большого города. А жители этой деревни крутят пальцем в виска, говорят, да чокнутые эти москвичи понаехали тут, понаехали. Восторгаются. Мы не знаем, куда бежать из этой деревни, а вы восторгаетесь. Ребята, вы живете в раю. Просто в раю. Мы продолжаем наше движение. Дорога стала получше. Но знаете, как было интересно? Асфальт был кусками. То есть едешь, едешь, например, 10-20 километров асфальт. Мы такие в восторге. Классно, уже асфальт. Потом вдруг бах, и дороги нету. И опять едем. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Потом опять асфальт. Потом, я не знаю, тут пьяная бригада работала, которая сделает дорогу. С правой стороны показались два великолепных храма. Это деревня между деревьями Акулова и Полтога. Церковь иконы Божьей Матери. Знамения 1810 года. Вот это вот каменный храм. К сожалению, весь полностью заброшенный, разбитый. Хотя видно и чувствуется, что это был невероятной красоты. И рядом более-менее восстановленная церковь Богоявления 1733 года. Ее место, ее просто взять аккуратненько на руки, отнести, например, в Кижи. Или в Мандроги. Не, в Мандроги не надо. В Мандроги нас не пустили. Водку там пьянствовали. А лучших блогеров России не пустили. Лучше в Кижи. Ребята, заберите. Кижи, да. Ребята, Кижи, руководство музея, заберите этот храм. Найдите ему достойное место на острове Кижи. Вот такая вот красота нам встретилась по дороге. Мы проезжаем через реку. Река не помнишь, как называется? Нет, река. Это то ли Виангель. Или река Вытигранная. А, Вытигранная. Наверное, река Вытигранная она была. Хотя, может быть, и нет. Вот мы въезжаем уже. Да, вот храм. Посмотрите, какой красивый храм. Стретение Господня. И сам город. Мы поставили в навигаторе самый центр города. Поставили вот эту гостиницу. Сейчас мы о ней расскажем. Там, эта гостиница называется отель, что-то по-немецки, там, Вардернкрафт Волгобалт. Это раньше здесь был маяк. Вот видите, слева, ну, явно похоже на маяк. Здесь находится, ну, очень хорошая гостиница. Ну, по крайней мере, отзывы великолепные. И Алла говорит, в этой гостинице мы здесь переночуем. И что бы вы думали, мы пришли в гостиницу, огромный амбарный замок висит и не работает. Отель, напоминаю, напоминаю, это июнь, а это уже начало, начало июля 2020 года, коронавирус, изоляция и отели, ноги были закрыты в России. Не только в России, во всем мире. Как мы сюда попали. Как попали, да, сейчас расскажу. Алла мне говорит, ну, очень коротко, потому что времени мало, очень коротко Алла. Алла мне говорит, я знаю такой интересный город, я где-то там про него читала, это город, который основал Петр Первый. Я говорю, ну, Санкт-Петербург. Она говорит, нет. Я говорю, Петрозаводск. Да нет. Я говорю, а что, Вытигра? Да я, ребята, в жизни не слыхал такого города. И хорошо, что мы здесь побывали. Петр Первый же здесь приехал сюда и стал строить Волго-Балтийский канал. И для этого он пригласил сюда, как ты думаешь, из Шотландии, капитана Джона Перри. А я даже не могу представить, что из Шотландии. Он в Голландии, в Голландии был, а тут вдруг шотландец. Ну, не знаю, ну, может быть, его, а может, его в Голландии познакомили с шотландцем. И вот, как еще Джон? Джон Перри. Джон Перри, Петр Первый. Ребята, построили здесь такой великолепный город. Это музей водные пути севера. Ребята, еще раз напоминаю, и Церковь Сретения Господня, и все музеи. Все было закрыто. Открыты были только вот такие потрясающие коты вытигрыские. Он смотрит на меня внимательно и говорит, ты что на меня смотришь? Памятник погибшим воинам, проживающим жителям города Вытигры. А вот эти молодые ребята, они не просто так попали в наш кадр, парень и девушка. Они, у них была свиданка такая хорошая, у них такой замечательный сейчас идет период, как говорят, шоколадно-букетный период. И они, когда нас увидели, а мы тут ходили, искали гостиницу, искали подводную лодку, они говорят, ребята, вы откуда? Ну, мы говорим, мы с Москвы. И мы как-то разговаривали, такие замечательные ребята. Они говорят, а пойдемте, мы вам покажем город. И вы представляете, часа два, наверное, да? Да, с нами ходили. Часа два ребята ходили с нами по городу и все нам рассказывали. Ну, насколько они это знали и показывали. Музей подводная лодка. Я очень хотела куда-то. Б-440. Хотела очень попасть. Замечательный музей. Наверное, это лучший, самый интересный музей в этом городе, куда обязательно стоит попасть. Ну, куда мы, соответственно, тоже не попали, потому что коронавирус. А это шлюз номер один Волго-Балтийского канала. Канал был построен официально в 1810 году, а именно этот шлюз был пущен в 1961 году. В мае месяце ему исполнится ровно 60 лет. Работники Волго-Балтийского водного пути канала и этого шлюза номер один поздравляем вас, ну, чуть-чуть заранее, скажем. Поздравляем вас с 60-летием. Замечательный. Алла. Да. Твой ровесник. Твой ровесник шлюз. Когда-нибудь, может быть, здесь с тобой приплыем? У нас, кстати, когда мы здесь были, возникло желание обязательно как-нибудь, может быть, на корабле, на круизном лайнере приплыть сюда и своим ходом, своими глазами всю эту картину увидеть. Вот практически весь город Вытигра. К сожалению, ничего больше мы там не нашли интересного. Музеи закрыты, храмы закрыты. Гостиницы тоже. И гостиницы все. Мы в три гостиницы подъезжали, закрыты. Мы отправляемся искать, где бы переночевать. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.